МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перебои с электричеством, помятые машины и ямы на дорогах. В Новосибирске устраняют последствия разгулявшейся стихии и обещают строить новые ливневые коллекторы. Перед судом предстали убийцы и владельцы дорогой машины. Роман Стоянов стал их первой и последней жертвой, хотя подельники планировали поставить на поток такие преступления. Аквалангисты погрузились на дно озера в Ленинском районе, чтобы очистить его от мусора. Находки вывозили на шести камазах, что скрывает под собой водная гладь. О самом важном – новосибирские новости. Здравствуйте. Новосибирске сегодня с самого утра устраняет последствия мощного ливня. Штормовой ветер накануне оставил без электричества десятки жилых домов, повалил сотню деревьев, а на Тульском мосту улицы Сибирьков-Гвардейцев провалился асфальт. Вчера за какие-то полчаса в городе выпала половина отмеченной нормы осадков. Наш корреспондент Наталья Супранова оценила масштабы последствий разгулявшейся стихии. Сегодня едва ли не в каждом дворе видны последствия разгула стихии. Здесь на улице Рельсовой старый клен придавил две машины. В одной из машин в этот момент была за рулем женщина. Она не пострадала, но вызволить ее из автомобиля удалось только с помощью спасателей. Я позвонила в ЖЭУ и сказала, мы вас предупреждали уже 3-5 лет, что вот это аварийное дерево опасное, оно когда-нибудь принесет несчастье. И оно уже раз обрушивалось. Шквальный ветер повалил более 200 деревьев. Падающие стволы рвали провода. В результате без электричества оставались целые кварталы. Всего в диспетчерскую поступило за сутки более 700 обращений. Значит, 80% это связано с отсутствием электроснабжения. Почему? Потому что, несмотря на то, что наши региональные сети вывели порядка 11 бригад, ну и подняли все силы, которые на этот момент у них были. И я хочу сказать, порядка больше 40% отключений было восстановлено. Было обесточено около 600 домов. Не везде получилось восстановить электроснабжение быстро. Так, на троллейном жилмассиве, где практически все дома были обесточены, аварию на линии ликвидировали только сегодня, в районе обеда. Ну, я считаю, это аварийная ситуация, да, конечно, у меня удобства были. Естественно, у меня годовалый ребенок, внучка годовалая. Не вымыть, ничего не покормить. Выходили из положения. Сложнее было тем, кто оказался в этот ливень на улицах. Город затопило едва ли не за 10 минут. Люди наперебой начали выкладывать в интернете видеоролики со своих мобильных телефонов. Затопило метра на 4. Обвалилась вся отмостка. Провалился асфальт. Пешеходы переходят улицы вброд, машины плывут. Ливень закончился быстро, но всего за полчаса выпала полумесячная норма осадков. У нас не везде, не на всех автодорогах существуют ливневые канализации. Вот эта проблема, это та задача, которую городу предстоит решать. Мы решаем это каждый год. Это дело такое дорогостоящее, да, не дешевое. Но, тем не менее, надо усиливать прокладку ливневых канализаций. Особо в тех местах, которые были, в низинах, которые выявлены были вчера. Ливень также привел к провалу дорожного покрытия на мосту через реку Тула в Кировском районе. Его обещают заасфальтировать к завтрашнему утру. Частично просил грунты на улице Сибиряковых гвардейцев. Пока известно, что от ливня пострадали 4 машины. Требовать возмещение ущерба автомобилисты могут через суд. Между тем, жертвами урагана стали две девочки. На них налетел металлический профиль, который порывом ветра был сорван с кровли магазина на гусенобродском рынке. Девочек с черепно-мозговыми травмами увезли в больницу. Состояние одной из них улучшилось. За жизнь второй борются врачи. Синоптики же прогнозируют повторение сильного ливня. И отмечают, что к вековому рекорду мы все же не приблизились. Самый дождливый летний день за всю историю наблюдений в Новосибирске пришелся на 28 июня 1938 года. В городе тогда выпало больше 100 миллиметров осадков. Наталья Супранова, Алексей Андробаев. Новосибирские новости. Новосибирск. Ситуация находится на контроле у военной прокуратуры. Военная прокуратура отреагировала на все наши обращения. Мы несколько писем готовили за подписью мэра города Новосибирска. С просьбой принять меры к Министерству обороны, в частности к оборонстрою. Они с исковым заявились в суд на понуждение исполнителей исполнять свои прямые обязанности по подготовке объекта к отопительному сезону. И в продолжении коммунальной темы, жители многоэтажек вынуждены обходиться без горячей и холодной воды. Причем коммунальщики в этой ситуации не виноваты. Благ цивилизации люди лишены из-за нерадивости своих же соседей. Тех, что уехали отдыхать за границу или на дачу и забыли перекрыть стояки. Алексей Фазлеев о последствиях подобной недальновидности. Подходим и тут все течет. Потоп начался ночью, но в студенческой компании не принято ложиться рано. Когда вода стала не просто капать, а хлистать с потолка, выяснилось, соседей сверху дома нет. Приехала аварийная служба, перекрыли воду снизу, пришли сантехники, начали смотреть. Попытались попасть в 22-ю квартиру и не попали. И по сей день их нет. В результате студенты остаются трое суток без горячей и холодной воды. Не помыться, не элементарно в туалет сходить. В раковине скопилась гора немытой посуды. Благо в подъезде перекрыли только один стояк, так что у соседей краны не пустовали. Сколько воды утекло с тех пор, как произошла авария, Татьяна и не считала. Но квартплата в этом месяце у нее явно будет больше. Ну куда деваться? В ближайшем округе колонок нету, в колонках неизвестно какая вода. Конечно, всех, кто просился, всех привечали, всех встречали, всем наливали воду. Сегодня сантехники выяснили, вода в злополучной квартире течет из горячего крана. Холодную включили. Но греть ее самим людям, возможно, придется еще долго. Владелица квартиры – учитель. Отпуск у нее в 40 с лишним дней. О поездке старшую по подъезду женщина предупредила, но ключи не оставила. Она такая застенчивая, очень женщина, скромная. И, конечно, она никому, я не думаю, чтобы она ключи передала. И не думали даже об этом. И вот так получилось у нас. Горячей воды, кстати, в доме на Народной 28-1 до начала этой недели и не было. Ее отключили из-за ремонта теплосетей. А когда дали, смеситель не выдержал. Уезжаешь в отпуск – перекрой воду. Что может быть проще? Но многие не делают этого то ли по забывчивости, то ли понадеявшись на русский авось. А в результате страдают соседи. Сначала от переизбытка воды во время потопа, а потом из-за ее отсутствия, когда стояки отключили. Попасть в квартиру, где произошел порыв, сложно. Здесь соседи даже номера мобильного телефона не знают. И сообщить владелице о случившемся не могут. В управляющей компании уже из полиции связались и в районную администрацию письмо отправили. Только после одобрения квартиру смогут вскрыть. От момента подачи ходатайства до вскрытия квартиры проходит, как правило, от двух до четырех дней. В настоящий момент все запросы сделаны, в администрации они имеются. Так что, я думаю, в ближайшее время и горячая вода тоже у жильцов дома появится. Эта ситуация повторяется из года в год. Обитатели многоквартирных домов зачастую знать друг друга не хотят, что уж говорить об обмене телефонными номерами или запасными ключами. И подобных проблем не бывает разве что в домах, где соседей, как говорится, водой не разольешь. Алексей Фазлеев, Артем Тумарь, Новосибирские новости. Новосибирские автомобилисты призывают привлечь к суду Илью Варламова. Популярный московский блогер, по мнению общественников, должен понести уголовное наказание за публичные призывы к экстремистской деятельности. На прошедшей неделе Варламов посетил Новосибирск и на своей странице в Твиттере, в частности, обрушился нецензурной лексикой на новосибирских автомобилистов. За оскорблениями последовал и призыв сжигать машины на улицах и бить водителей. И вот сегодня от Новосибирской ассоциации автомобилистов, полиции в Центр по противодействию экстремизму поступили заявления о привлечении Варламова к уголовной ответственности. Буду просить сотрудников правоохранительных органов квалифицировать высказывания блогера Варламова на предмет выявления в них состава преступления по статьям 280-282 Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, разжигание розни по социальному признаку и призывы к экстремистской деятельности. Сегодня в областном суде начался процесс над убийцами Романа Стоянова. Младой человек продавал автомобили и стал жертвой бандитов. Они выступили в роли покупателей и заманили жертву в гараже, где якобы должны были посмотреть на товар. Однако вместо этого молодые люди совершили жестокое убийство. Уже потом следователи выяснили, у преступников был целый список продавцов автомобилями. Павел Тюнов подробнее. Эти двое мужчин полгода назад собирались поставить на поток убийство владельцев дорогостоящих автомобилей. Первой и последней их жертвой стал 27-летний Роман Стоянов. Намереваясь приобрести, скажем так, гараж под СТО, они его использовали как место для совершения убийства. Подыскали через интернет-сайт продавца автомашины, заманили Романа Стоянова в этот гаражный кооператив, гараж конкретно на улице Лежена. Автомобилист на встречу с потенциальными покупателями приехал один, не подозревая, чем для него может кончиться обычный предпродажный осмотр машины. Хозяин его, машина стояла на спине, он вот так размахнул, он не сюда. На следственном эксперименте Алексей Полищук рассказывает, как они расправились со своей жертвой. Физически крепкий Стоянов несколько минут отчаянно сопротивлялся, но его противники, вооруженные топором и удавкой, оказались сильнее. Неожиданно для них в этот момент приехал хозяин гаража. Сергей обратился в полицию. Когда убийц задержали, у них нашли списки с телефонами десятков потенциальных жертв. Данное преступление они планировали еще с декабря месяца. Они планировали после завладения транспортным средством закладывать их в ломбард и вот таким образом реализовывать данную машину. На эти деньги подсудимые хотели открыть собственное СТО. Причем они и раньше пытались заработать, нарушая закон. Интерес к дорогим иномаркам у Алексея Полищука проявился еще несколько лет назад. Он помогал своим знакомым ремонтировать и продавать машины. Один из таких доверчивых владельцев так и не увидел деньги за свою Ауди. Полищук, якобы собиравшийся купить этот автомобиль, сдал ее на авторазбор всего за 70 тысяч рублей. В результате суду предстоит рассмотреть уголовное дело сразу по нескольким статьям. Несостоявшимся бизнесменам, которые собирались построить свое дело на крови, грозит пожизненное лишение свободы. Павел Теунов, Артем Тумарь. Новосибирские новости. Сбербанк одобрил выделение акционерному обществу «Сухой» кредита в размере 10,5 миллиардов рублей. Деньги предназначены для развития производства на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. В рамках гособоронзаказа здесь собирают истребители-бомбардировщики Су-34. До конца 2020 года войска должны получить 92 фронтовых бомбардировщика. 9 июля завод отправил в Министерство обороны очередную партию серийных Су-34. Три машины поднялись в воздух с аэродрома завода. Еще один был передан заказчику в начале мая. Очереди в детские сады в Новосибирске исчезнут к концу следующего года. По области проблему планируют решить уже в этом году, заявил сегодня на пресс-конференции министр образования региона Владимир Никонов. Понятно, что очередь до нуля в этом смысле не исчезает, потому что у нас практика такая, что при получении свидетельства о рождении родители, по сути дела, регистрируются в очереди. Но физически, на самом-то деле, ситуация будет выглядеть вот таким образом. В этом году в регионе планируют построить 17 новых дошкольных учреждений на 4 тысячи мест. Деньги на это выделили в том числе из федеральной казны – почти полтора миллиарда рублей. Сейчас, по словам министра образования области Никонова, в очереди в детсады стоят почти 14,5 тысяч детей от 3 до 7 лет. Большинство в Новосибирске. Ну а пока в своей очереди в детский сад многие дожидаются в группах сокращенного дня в специальных центрах развития. Бесплатную возможность посещать их получили дети из малообеспеченных семей. Что особенно удобно, занятия проходят на правом и левом берегу 5 дней в неделю. Все подробности у Анны Перепилюк. Следующая станция будет станция бабочки. Некоторые из детей, попавших сюда благодаря социальной программе, к 3 годам плохо говорят и ведут себя замкнуто. С такими ребятами педагоги занимаются индивидуально. Данил Готсмитт за несколько месяцев стал более открытым и приветливым. Люблю в садик больше всего ходить. И в лего играть. Некоторые родители даже не хотят отсюда детей в детский сад переводить, хотя возможность такая появилась. Сначала нам как бы места не хватало, да, в Зарцовском районе тоже живем. Ну, рядышком тут. Сначала не было места, теперь дали вот сентября как бы. Но мы думаем оставить ее здесь. Ей здесь больше нравится. В отличие от обычного детского сада, здесь как раз ребенок и развивается. То есть, как бы с ним здесь занимаются. С трех лет детей учат читать, рисовать, считать и изучать окружающий мир. Много времени занимают танцы и игры на свежем воздухе. У нас более индивидуальный подход к каждому ребенку. В нашей группе максимум 8 человек, но в основном это 5-6. То есть, педагог занимается с каждым ребенком, успевает каждому что-то объяснить. А в садике, конечно, если в группе 20 ребятишек, то это сложно. Для многих родителей такая детская группа – единственная возможность освободить немного времени для себя. Дети занимаются бесплатно и ходить сюда могут вплоть до поступления в школу. Одно условие – доход на каждого члена семьи должен быть не более 7 тысяч рублей. Такие социальные группы работают уже на правом и на левом берегу. Это предоставляет не только свободное время маме, папе найти работу, но это еще развивает ребеночка. И вот по итогу первого года работы этой программы многие ребятишки и социально стали более развиты, и логопедические какие-то задачи были решены, психологически более устойчивы. Направление для дошколят можно получить в районном комплексном центре социального обслуживания населения. Анна Перепилюк, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Шесть Камазов с мусором сегодня вывезли с озера в Ленинском районе. На дне водоема обнаружили кирпичи, шины, железный кузов. И это далеко не все находки. Вместе с аквалангистами на дно озера погрузилась и Ксения Блажевская. Вдоль дороги, что ведет к озеру и на его берегах – настоящая свалка. В основном это строительный мусор. Его сюда вывозят владельцы домов в частном секторе. Первыми тревогу забили новосибирцы с детьми, которые приезжали сюда отдыхать. Информацию о захламлении водоема горожане разместили на электронной экологической карте Новосибирской области. И сегодня сюда пришли 40 студентов-волонтеров. Мы анализ сделали, то есть химический анализ воды. То есть все на границе по допустимым нормам. А вот сейчас мы чуть-чуть убрались, и все будет намного лучше. В ПДК уложится. И если не запускать, то, как местные жители сказали, 10 лет назад нам было абсолютно чистым. Соответственно, человеческий фактор сыграл такую шутку. Активисты очищают берега озера. Только битого стекла насобирали целую гору. Аквалангисты вручную поднимают мусор со дна. Аквалангисты оценивают состояние озера на четверку. Говорят, здесь много раков, значит вода чистая. В основном здесь бытовой мусор. Кто-то ловил здесь рыбу. Также пластиковые бутылки и пакеты. Десятки пакетов с бытовыми и строительными отходами уместились в шесть КАМАЗов. Организаторы акции обещают, что теперь путь сюда для мусоровозов будет закрыт. Есть дорога такая, ну скажем, несанкционированная, где как раз КАМАЗы подъезжают и уваливают строительный мусор. Эта дорога сегодня будет перекрыта и будет доступна только для легковых автомобилей дорога. Чтобы жители подъезжали, отдыхали. Ну а сырить на мусор больше не будет возможности сваливать. Официально у этого озера до сих пор нет никакого названия. Волонтеры сегодня окрестили его экологическим. Скоро водоем окончательно станет благоустроенной зоной отдыха. Здесь можно будет без боязни накупаться. На берегу установят мусорные баки, появятся беседки и скамейки. А в ближайших планах добровольцев очистить озеро Лесное в Кировском районе. Ксения Блажевская, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Фильм об уникальной находке снимают новосибирские документалисты и ученые. 73 года назад у села Вахрушево был найден первый в Западной Сибири полный скелет мамонта. Кинематографисты хотят увидеть, каким сегодня стало озеро, сохранилось ли место находки и поговорить с непосредственными участниками тех раскопок. Киноэкспедицию Кировического музея провожал Станислав Якушевич. Из-за дождей выезд экспедиции переносили несколько раз, но больше откладывать нельзя. К съемочной группе уже на месте готовы присоединиться ученые. Сотрудники Института геологии и минералогии просканируют берег реки Айош в поисках новых остатков ископаемых животных. А сотрудники Краеведческого музея проведут раскопки и прочитают лекции для жителей села. Примут колхозники и участие в съемках фильма. С их помощью киногруппа намерена реконструировать события 70-летней давности. Когда скелет мамонта был найден, ученые собрали этот скелет на поляне в деревне и в течение нескольких дней читали лекцию для селян, которые стекались со всего района и слушали. Это было необыкновенно интересно. Остав мамонта давно стал символом Краеведческого музея. Он до сих пор остается наиболее полным скелетом самки мамонта, найденным в нашей стране. Ученые поэтично назвали доисторического зверя Матильдой. Несколько лет назад уникальный экспонат был полностью отреставрирован и теперь занимает центральное место в палеонтологическом отделе музея. Но в истории находки еще много белых пятен. Так до сих пор остается неизвестным имя ученого, который возглавил раскопки и первым собрал скелет мамонта. Никаких документов касательно Матильды у нас в музее не сохранилось. Дело в том, что во время войны ведь досталось и нашему мамонту. Всем тяжело было. И были утрачены вот эти документы, фотографии, которые скорее всего были. Потому что когда его раскапывали, там фотографировали и записывали, все это было утрачено, потеряно. Узнать имя энтузиаста-краеведа ученые и съемочная группа хотят у жителей деревни. А еще установить с их помощью на месте находки памятный знак, который в будущем станет частью местного палеонтологического музея и целого экскурсионного маршрута. Станислав Якушевич, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. И на этом все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова